Биспинг. Он был чемпионом на протяжении долгого времени, но сейчас ему уже 44. Многие задаются вопросом о том, почему он до сих пор дерется. Я не думаю, что он еще хоть раз выйдет в октагон. У него точно нет необходимости это делать. Старик, время добралось и до тебя, подытожил Биспинг. Лично мне понятно желание Сильве продолжать бои, он живет этим спортом, желание выступать у него в сердце, и жалко, что вот так время берет свое. Теперь осталось только пожелать Сильве прислушаться к просьбам фанатов и уйти на заслуженный отдых. Он много дал этому спорту, пора поберечь себя. Согласны? А мы переходим к следующей новости. Западные эксперты дают Фергюсону больше шансов на победу, чем Дональду Сироне. Напомню, что их поединок пройдет 8 июня на UFC 238 в Чикаго. Вспомнили о простое Фергюсона, о его психологических проблемах, с которыми не так давно он столкнулся. Хорошо, что уже все позади. И отметили, что ковбой неудобный соперник. Сейчас он набрал ход. Снова Сироне аутсайдер, но это для него скорее привычное явление. Можно сказать, что на него ничего не давит. Ему выгодно, чтобы соперники его недооценивали. От Фергюсона, конечно, ждут победу. Болельщики хотят увидеть поединок Тони с Хабибом, а Сироне такой, что может изменить ход событий. И чтобы немного уравновесить шансы Фергюсона и Сироне, вспомните, как Тони практически в каждом поединке пропускает. И бывает такое, что он буквально выживает. А я напомню, что в ударной технике Дональд один из лучших в дивизионе. Он опытный парень и не устанет, как тот же Кевин Ли. И если попадет, то уж точно не упустит свою возможность. С другой стороны, Сироне выходит буквально через месяц после поединка с Еквинтой. И никто не знает, как скажутся две весогонки на его здоровье и форме в целом. В общем, я бы не стал говорить, что у Фергюсона здесь больше шансов. По-моему, здесь 50 на 50. И в завершении выпуска Камил Гаджиев. Готов заплатить Харитонову и Емельяненко по 10 миллионов. Президент Fight Nights Global готов организовать реванш под флагом своего промоушена и выплатить каждому из бойцов внушительный гонорар размером в 150 тысяч долларов. Я готов заплатить Сергею Харитонову и Саше Емельяненко по 10 миллионов рублей каждому за этот бой. Я достану эти деньги вперед до боя и заплачу, несмотря на все финансовые проблемы, которые у промоушена существуют. При этом я не верю в то, что бой состоится, потому что ребята оба начнут соскакивать, сказал Камил в интервью Азамату Бастанову. Будет бой или нет, я думаю, было бы интересно. Также интересно, как такие гонорары собираются отбивать. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, а также заходите ко мне в Инстаграм. Там новости обновляются каждый час. И до скорого!